Деревянные шедевры со всего мира. Необычные куклы, погремушки, предметы быта и интерьера. Впервые у жителей Серпухова появилась возможность посмотреть удивительную коллекцию деревянных изделий народных мастеров. В музейно-выставочном центре открылась экспозиция «Многоликое дерево» из частной коллекции Александра Грекова. Щелкун. Эта деревянная немецкая кукла стала героем сказки Гофмана и одноименной оперы Петра Чайковского. Солдатики щелкуны были большие, маленькие, могли по-разному выглядеть. У щелкуна, как и у любой куклы, есть интересная история создания. Например, мало кто знает, почему одна из русских кукол называлась «Ведучка». Нянечка берет за ручки, сама пятится, а ребеночек за ним идет. Она его ведет. Отцовное название. «Ведучка». То есть та, которая нянчит ребенка и водит его, когда он еще не научился ходить. В экспозиции Серпуховского музейно-выставочного центра представлена лишь часть огромной коллекции Александра Грекова. Два года назад вместе с супругой он основал частный музей игрушки в Сергиевом посаде. В Серпухов привезены экспонаты, вошедшие в проект «Многоликое дерево». Здесь представлены все центры практически русской деревянной игрушки и русского искусства, росписи по дереву. И некоторые зарубежные центры, в основном Германия и некоторые другие, там Япония, Индия и некоторые другие страны. Общее количество экспонатов, по-моему, около ста. Лошадки, солдатики, барышни, матрешки, медведи. Игрушки и куклы трогать нельзя. Но ребята с интересом смотрят, слушают и с радостью узнают в старинных игрушках и свои. У меня тоже. Тоже. И все такие же, да? Да. Такие же. Только туда воду надо наливать. Экспозиция деревянных игрушек – это увлекательное путешествие в прошлое. Каждая кукла открывает целый пласт истории страны. Его традиции, ремесел – это может быть интересно всем, как взрослым, так и детям. Выставка будет работать по 23 июля.